слава иисусу христу спасителю нашему господу благоставляю всех вас дорогие друзья вот сейчас посмотрю что здесь у нас приветствую всех именем господним прямая трансляция сейчас у нас с нашей киевской архипископии вот очень рад всех приветствовать именем господним вот и сегодня вечер субботы и я в таком ожидании в подготовке к предстоящему служению собранию нашему потому что завтра с утра с 9 утра у нас богослужение в церкви здесь в киеве в нашей киевской архипископии и я хочу поделиться словом божьим и свидетельством также примерами из истории христианства о деформации и о реформации есть деформации есть реформация два пути церкви христовой так вот в этой трансляции сейчас в этом таком видео хочу как раз немного поговорить о деформации и о реформации церкви один из отцов церкви такими игры эпиграфом я уже предыдущем видео делал такой эпиграф и вот в этом видео тоже сделаю эпиграфом да приветствую брат насчет слова киприана карфагенского лидера североафриканского христианства еще третьего столетия один из отцов церкви ранний почитаемый как на востоке так и на западе он даже кстати в православной традиции вот и католической традиции официально святой вот ну наша реформаторская православная церковь христа спасителя мы не молимся мы в этом плане не почитаем святых вот именно в таком именно вот в традиционном как бы православным и католическом воззрении то есть мы не молимся святым мы почитаем их истинно правильно почитаем, то бишь подражаем их вере, как написано в Писании, вот сегодня как раз я цитировал тоже здесь вот прогуливаясь днем в парке Киото значит где проживаю сейчас в данный момент и где наше собрание тоже проходит нашей архиепископии так вот значит и слова снова хочу напомнить тем, кто подключился слова святителя Киприана Карфагенского Ecclesia Semper Reformanda звучат эти слова Ecclesia Semper Reformanda Церковь непрестанно реформируется Церковь непрестанно реформируется, это один из даже девизов нашего братства, нашей церкви, когда начало возрождаться православное обновленчество именно вот наше братство евангельское православное начало становиться на ноги здесь в Киеве то с самых первых дней а это было в конце 2000-го, начало 2001-го годов самых первых дней первых служений именно вот эти слова Киприана Карфагенского мы обозначили именно как девизны такие вот как бы именно девизом церкви из Писания и из некоторых отцов церкви мы взяли некоторые тексты которые вот именно будут такими некими девизами напутствиями такими церкви ее как бы вдохновляющие как бы церковь на служение Господу так вот из отцов церкви значит вот самая первая цитата которая была тогда провозглашена как раз именно Киприана Карфагенского архиепископа Карфагенского Киприана святителя который являлся лидером северо-африканского вообще христианства северо-африканского христианства вот третьего столетия еще в то время когда наших с вами братьев сестер по техе ради бросали на арену Колизея на растерзание львам в то время когда церковь в Риме и на востоке и на западе в империи была гонима да и сам Киприан Карфагенский он знаете ли он впоследствии мучеником стал за Христа вот тоже поэтому его и мучеником мы называем так же вот официально в календаре православной церкви традиционной он пишется как священно-мученик Киприан Карфагенский архиепископ так вот и он говорил я напоминаю слова его экклезия семпа реформанда церковь непрестанно реформируется и реформанда реформи именно реформируется это слово означающее действительно именно реформацию по мысли отца церкви и других отцов последующих потому что слова Киприана Карфагенского впоследствии часто цитировал и Ян Златоустой по-прежнему хорошо относитесь к баптизму трудно сказать вообще как понять по-прежнему или хорошо хорошо ли я бываю в баптистских церквях проповедую значит у меня много друзей в баптистских церквях если именно как о церквях вопрос у вас брат возник такой значит а вообще для меня неважно какой конфессии человек деноминации вот 20 лет назад ну до 96 года значит мне было еще это как бы так принципиально знаете ли какой конфессии человек в 96 году когда я вышел из конфессии своих вышел из ну не конфессии как юрисдикции правильно говоря юрисдикции своей православной московского патриархата для меня стало совершенно неважно какой человек конфессии деноминации вот в любом движении в любом значит абсолютно там юрисдикции конфессии деноминации организации как ни называй есть разные люди вот и в баптизме хватает тоже негодяев значит и у нас в православии святые есть значит там и у католиков и у харизматов у писятников адвентистов поэтому значит ну такие вопросы они актуальны для невозрожденных людей вот они актуальны для может быть новоначальных верующих вот но считаю для нормальных христиан зрелых христиан эти вопросы не являются принципиальными вот это как вот я обычно по поводу сектанства всякого рода знаете ли вот когда моя вот как бы конфессия самая правильная моя церковь она самая духовная и в общем-то мое направление моя религия самая истинная знаете ли такие глупые такие вот эти воззрения которые присущи именно духовно неперерожденным личностям невозрожденным свыше вот я обычно пример привожу из писания знаете какой ну там много примеров есть интересных очень но один из самых таких прямых примеров когда самого Иисуса спросили ага конфессии будем договорить помните когда самарянка женщина самарянская ему говорила значит и значит она значит не брат ничего страшного все все хорошо пишет брат Николай извини брат нет дело в том что на самом деле как бы значит это ну как сказать для кого-то может это актуально значит вот для самарянки это было актуально когда Иисуса спросили значит она спросила вот значит то она между прочим сказала следующее вот вы мол евреи ваши отцы мол говорят надо в Иерусалиме поклоняться наши отцы говорят вот значит на горе поклоняться вот и Иисус молодец конечно Иисус вообще он очень четко дал пониматели понять что он не сектант что он знаете ли не сектантского вообще мировоззрения он сказал очень четко этой женщине что поверь женщина что и не в Иерусалиме и не на Горесии а будете поклоняться отцу на всяком месте в духе и в истине на всяком месте вот и поэтому ну что такое для еврея для Иисуса как для еврея сказать что не в Иерусалиме это знаете ли ну ножом по сердцу в общем-то там же храм божий один бог один храм все как бы чин по чину все ясно вот но я думаю что то что женщина та самарянская слышала из уст Иисуса как Иешуа как еврея да это было революционно но он сказал и и не на Горесии вот и он сказал спасение от иудеев вообще-то но приходит время и оно же пришло когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе святом в истине божьей будут поклоняться на всяком месте и таких поклонников отец себе ищет в украинском переводе там написано прагны то есть жаждет отец таких поклонников увидеть вот поэтому для меня что православие что баптизм это все как бы лишь ширмы определенные религиозные как бы ну культура мне допустим баптистская культура ну нравится по-своему но честно говоря православная мне милей как-то ближе как-то родней и я себе не представляю если я был бы баптистом допустим просто не представляю вот ну как как по мне так это очень скучно вот но честно говорю вот как перед богом значит знаете ли как по мне вот православная культура она действительно ну высокого уровня культуры и мне это очень нравится быть православным человеком хотя в 96 году и когда я вышел из традиционного православия вот московского патриархата РПЦ то я подумывал тогда стать либо баптистом либо писятником либо харизматом либо адвентистом потому что у меня вот с этих четырех направлений появились товарищи знакомые мои вот как бы и я я шкал сообщался как раз с этими людьми моими братьями я понимал но как бы я даже себя как бы начинал как бы так ну как бы ассоциировать как бы вот то с одной конфессии то с другой тогда в 96 году но знаете ли что я понял что из меня баптист никудышный и харизмат из меня никакой и писятник тоже не получится и адвентист из меня вообще значит не выйдет я понял что как бы смысла нет никакого менять конфессию деноминацию что я как бы был православным так мне и нужно быть православным зачем мне как бы вот пытаться и себя что-то ну под кого-то подстраиваться значит под другую конфессию себя как-то ну внешне перестраивать я думаю смысла никакого нету и тем более тогда же в 96 году ну уже 21 год прошел уже больше знаете ли тогда значит и через слово божье через ну будем так говорить все разносторонние все ну с разного с разных будем так говорить истоков будем так говорить но у меня понимание возникло что значит что значит действительно нужно быть в звании в котором ты призван вот еще брат Николай тоже спрашивает знаете ли про Неемию какого именно Неемию библейского Неемию или значит есть ассоциация церкви Неемия называется я тоже там бываю вот или имеете библейскую книгу Неемию значит пророка Неемию вот поясните пожалуйста значит кстати я еще не имею Неемию знаю живого Неемию значит из США церковь из Омска нет к сожалению в Омске я бываю я бываю в разных церквях в Омске но именно в Неемию в церкви по-моему заезжали мы я не помню точно но я там не проповедовал точно вот значит я в Неемии проповедовал в Смоленске если брать Россию то в Смоленске церковь Неемия вот поэтому вот о старобрячестве какие у них плюсы и минусы о старобрячестве я ну опять таки это в двух словах трудно объяснить опять таки старобрячество это огромное направление христианства православного древле православного значит свыше 50 различных направлений или толков в старобряческом движении это официально свыше 50 я со старобрячеством знаком хорошо не понаслышке вот лично я проходил обучение даже в старобряческих таких вот знаете ли храмах значит по крайней мере вот 91 год будучи священником 92 год будучи священником вот традиционной православной церкви я очень близко знакомился тогда со старобрячеством и в Москве вот на Рогожском кладбище на Рогожке значит был пару месяцев даже больше я думаю месяца 3 наверное был 2-3 месяца возле митрополита тогда Олимпия Гусева это митрополит Московский всея Руси русской православной старобряческой церкви ну уже покойный уже ушел вечность вот приз напоминаемый и я очень благодарен Богу за судьбу вот такую знаете вот быть знакомым с этим святителем Божьим с этим мужем Божьим вот митрополит Олимпий он и меня и благоставлял и очень многому научил я считаю в моем христианстве православном именно именно вот митрополит Олимпий он очень много сделал значит предложил вот и примером личным такого молитвенника знаете ли очень серьезного такого вери человека вот из старобрядцев я многих знаю бываю в общинах старобрядческих на Аляске по всей Аляске фактически я бывал в общинах старобрядческих вот в Сибири значит в Австралии тоже вот где еще ну здесь в Украине был значит тоже значит у старобрядцев в гостях значит вот и ну да это в основном так вот значит и хотя старобрядцы еще проживают также и значит в Латинской Америке но я там не бывал еще вот хотя знаком я со староверами из Боливии из Перу Боливии в основном из Боливии а боливийские вот значит старобрядцы они в общем-то очень так вот знаете ли радушно вот ко мне отнеслись в США я общался значит как раз с боливийскими старобрядческими христианами если вкратце то у старобрядцев православие сохраняется таким каким оно пришло на Русь киевскую тысячу лет назад то есть таким оно сохраняется каким оно было вот еще византийский период и здесь на Руси оно было таковым ну вот если брать историю то до великого раскола или старобрядческого раскола 17-го столетия 1666 году вот этот трагический раскол произошел в общем-то хотя значит проблемы старобрядческой церкви если вкратце вот касательно темы сегодняшней моей деформации и реформации церкви божьей касательно этой темы скажу что морально конечно старобрядческие церкви многие они в более выгодном свете потому что ну традиционное православие допустим в частности московского патриархата из-за слияния с политикой с бизнесом мамона делает очень подлую работу с любой конфессией знаете ли и старобрядчество оно было всегда гонимо в общем дело и поэтому чаще всего это искренние люди значит которые платили цены и платят цены определенные сейчас конечно их не преследуют но они по-прежнему ну будем так вот сохраняют знаете ли так вот ухо востро держат значит сохраняют бдительность такую и дистанцируют себя так сильно не поддаются власти я думаю что многие из вас те кто видели фотографии встречи религиозных лидеров обратите внимание я не знаю кто обращал не обращал встречи религиозных различных лидеров с президентами с президентом вот ныне здравствующим президентом Путиным Владимиром те кто общался допустим баптисты харизматы пейсятники ну конечно само собой глава русской православной церкви значит другие православные архиереи посмотрите понаблюдайте вот фотографиям даже вот поведение взгляд значит одного и другого допустим политика взгляд и напротив него взгляд значит и лицо вот религиозного лидера политики религиозники очень схожи по своим манерам знаете ли вот так вот из всех религиозных лидеров российских значит именно вот обратите внимание на фотографию встречи с Путиным значит митрополита ныне здравствующий митрополита старобрядческой русской церкви православной и вы все поймете без всяких слов вы увидите действительно значит человека вот именно и позицию старобрядческой церкви в одном только взгляде я думаю это даже без комментариев вам все будет понятно любому человеку здравомыслящим будет понятно вот значит то есть старобрядцы в этом плане достойно очень держатся кесаре кесарево богу божье то есть не смешиваются я за это очень сильно уважаю конечно старобрядческую церковь вот я сам очень близок вот мне очень нравится пение старобрядческое это знаменный распев иргийский распев в 91-92 годах мне повезло в 92-м точнее даже году повезло на рогожке иметь общение как раз с бабушками вот те бабушки которые певчие старобрядческие которые начинали свою практику певческую в храмах еще до революционных то есть в 92-м году им было уже 94 96 лет и даже даже чуть больше мне кажется одна из бабушек но при всем при этом что им было далеко за 90 уже многим знаете ли они еще пели и не просто даже песклявым знаете старческим голосом а некоторые из них старались даже и в общем-то получалось даже очень даже неплохо пели по крюкам я имел честь быть возле тех бабушек вот старой закалки всю жизнь на клиросе всю жизнь были певчими они ну представьте каково быть возле допустим сестры стоять и брать у нее уроки пения а эта сестра допустим ну без всякого преувеличения ну больше 80 лет у нее стажа певческого допустим 85 примерно лет вот непрерывного непрерывного каждое воскресенье даже когда храмы закрывались все равно они собирались пели молились вот для меня это было великой честью и вот я слышал напевки эти к сожалению не было тогда у меня ни камеры не было даже магнитофона не было чтобы записать вот их голоса но это были потрясающие голоса это были потрясающие истории их свидетельства я слушал вживую тогда молодым священникам и я был потрясен вот глубиной их отношений к Богу и их веры твердостью их веры знаете ли и вот интересно что значит вот эти пения старые пения допустим Аллилуйарий знаменитый вот это после чтения апостола в литургии православной если вы немного слышали знаете ну допустим есть такой период такой между вот чтением фрагмента из апостола ну Павла допустим вот и перед чтением Евангелия когда священник уже читает Евангелие непосредственно и вот в промежутке между чтением апостола и чтением Евангелия поется так называемый Аллилуйарий то есть много раз Аллилуйя поется вот в перемешку со стихами значит чтец провозглашает стихи из псалма из псалтеря соответствующие хор или там все присутствующие поют это Аллилуйарий и ну сейчас поется в общем довольно просто в традиционном православии но мне очень нравится как пение вот старое это пение знаменным распевом Аллилуйя вот и это Аллилуйарий поется вот очень торжественно высоко и есть разные напевки мне очень пение староведческое мне очень нравится я благодарю Бога за братьев наших староверов что они сохранили это пение вот старое деместин распев потрясающий иргийский распев ну уже знаменный вышел названный вот так что так братья и сестры ну а касательно нашей темы сегодняшней вот именно деформация и реформация церкви по совести у старобрядцев у них ну они же такие же православные только старых обрядов мы допустим уже православные новых обрядов уже новобрядцы новобрядческая православная церковь ну вот это самая такая вот на слуху которая обычная вот московская патриархата киевская патриархата там других патриархатов там это уже новобрядческая церковь вот а те старобрядческие православные христиане и вот значит и но в принципе что новобрядцы что старобрядцы в принципе проблемы одни и те же если так вот брать не пение не культуру не традицию внешнюю А вот именно поглубже. Что я имею ввиду? Те же самые проблемы многобожия. Они что в старообрядчестве, что в новообрядчестве. Они, знаете ли, одни и те же проблемы по сути. То есть молитвы не только к Богу звучат. Зайдите вы в православный храм, допустим, новобрядческий обычный. Ну здесь в Киеве, допустим, Киево-Печерская лавра, допустим, яркий пример новобрядчества. Вот Владимирский собор, там тоже такая новобрядческая церковь. То есть все такие традиционные православные церкви. И зайдите, допустим, на Подоле, есть здесь в Киеве старобрядческий храм. Зайдите в храм старобрядческий, староверский и постойте, будьте на служение. И что вы увидите? Да, конечно, пение в старобрядческом храме, сразу вы поймете, что здесь пение и служение совершается по древним обрядам, древним традициям. То есть зайдете после старобрядческой в новобрядческий храм православных церковь, обычную такую государственную церковь, то вы сразу увидите уже, вы поймете, что, конечно же, да, это уже совершенно иное. Это уже 18 век, 19 век, это уже, как бы, такое новое движение. Но, с другой стороны, что там, что там, вы услышите молитвы не только к Богу, но молитвы и к Богородице. К другим умершим святым, значит, и ангелам, как якобы посредникам к Богу. Вот брат Николай спрашивает, когда уже христиане обедняться? Вот. Опять-таки, брат Николай, послушайте мои проповеди на эту тему. Вот. Вот, значит, потому что в двух словах, так вот, если сказать, то христиане-то и не разъединялись. Церковь Иисуса Христа, она одна. Вот. Значит, и невозможно Церковь Иисуса Христа, значит, разделить. Вот, знаете ли. И сами христиане, значит, настоящие христиане, рожденные свыше именно, божьи люди, они не разделены, они едины. Вот. Независимо от того, какой конфессии, динаминации мы. Вот, значит, а если вы имеете в виду объединение такое религиозно-политическое, то я категорически противником являюсь подобного объединения. Потому что это религиозная, мафиозная структура очередная, замышляется в таком случае. Вот, как бы, там, где политика и деньги, там ничего доброго. Там, где структура, где структурное единство, там ничего доброго. Я категорически противник такого объединения христиан. Вот. Я за единство в истине, единство в духе и в истине, за единство, как вот Иисусово единство, не политическое единство, значит, не едино-поместная церковь, допустим, определенная, нет, я против подобных, значит, знаете ли, укрупнения всевозможного и прочее. Вот, я за единство в истине, как Иисус говорил, освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина. Кстати, да, еще и брату Николаю скажу, значит, и всем, кто сейчас подключен, значит, на Ютубе, вот на моем канале можете посмотреть программу, уже старую программу, значит, а что ж так спрашиваете тогда, если согласны тоже, как бы, вот, значит, посмотрите программу мою с Александром Шевченко, с моим старым другом, Александр Шевченко. Ныне он пастор церкви, но он по-прежнему занимается телевидением христианским, вот, тогда он не был еще пастором церкви, но он занимался, вот, программой Угол, Угол Министрис. И в 98-м году, и в 99-м году, вот, в Киев приезжая, он был здесь у меня, у меня тоже в гостях, вот, и мы снимали программу тогда. Можете тоже посмотреть эту программу, самую старую программу, Угол, там, отец Сергий, Журавлев, отец Сергий, там, значит, там, программа Угол, Александра Шевченко, старая программа. Мы там еще с ним молодые еще, помоложе совсем, значит, вот, и, значит, но есть с ним программа, такая, более новая программа, я снимал ее, или последний, или предпоследний приезд к нему, значит, туда уже. То есть, он не, уже не здесь мы записывали ее в Киеве, а записывали там уже, за океаном, значит, записывали ее, значит, в Сакраменто, в Калифорнии. И там, значит, как раз называется, значит, два лица экуминизма программа. Два лица экуминизма, запомните. Набираете, значит, на Ютубе два лица экуминизма, или же там Сергей Журавлев, Александр Шевченко, два лица экуминизма. И попадаете как раз на, или там, ну, по ссылкам там, есть разные даже, там сокращенные сделали где-то кто-то вариант, вот, есть полный вариант там этой программы. И, в общем-то, в той программе я вот попытался как раз вместе с Александром Шевченко вот раскрыть эту тему о настоящем, значит, и подложном единстве. Про шесть нот. Не помню, честно говоря, говорил ли это я про ноты. Почему часть протестантской церкви венчает геев, лесбиянок? Как так случилось? Либеральное христианство или лжехристианство? Я, в общем-то, не встречал пока таких, значит, ну, таких церквей, пока еще не встречал, но я слышал тоже. Слышал, вот, пишут, там, значит, в сетях социальных, вот, говорят всякие такие вещи, но я лично еще не знаю подобного. Хотя один раз я был, значит, вот, тоже последний раз, когда летал в Нью-Йорк, значит, попал на встречу одну. Там были русскоязычные, славянские были служители, в основном все были с Нью-Йорка или с Нью-Джерси, там, приехали. И общались мы там, значит, в одной протестантской церкви было собрание такое пастырей, служителей, лидеров. Вот, и там, среди прочего, кстати, да, вот я впервые удивился, было обсуждение пастырями, служителями церкви таких вопросов. Честно говоря, я даже, как бы, немного так, как бы, удивлен был, честно говоря, зачем подобную вообще, ну, как бы, грязь такую выносить, вот, именно, значит, на обсуждение даже, даже обсуждение даже. Вот, значит, ведь Слово Божье однозначно говорит, что это грех, как бы, значит, зачем нам еще, что, если мы пообсуждаем, что оно, грех станет менее грешным, что ли, получается? Я не понимаю. Вот, и, ну, а я как гость, мне тоже микрофон попал, то есть, потому что я был единственным, они все местные, это уже, вот, я был, значит, гостем, значит, и вот представили меня, что вот гость из России, приехал, вот, значит, с Киевской архиепископии, значит, там, с Украины, значит, потому что я, у меня служение в России, в Украине, поэтому, как бы, так вот меня представляют, значит, и дали микрофон тоже мне. А там, значит, были разные тоже мнения, я вот, я впервые услышал, что протестантские, там, служители некоторые высказались, вроде, как бы, не то, чтобы одобрительно, но, вроде, даже и не против. Я, я так, ничего, все думаю, вот это, да, не может быть, думаю. Значит, как бы, я такого раньше не услышал, честно говоря, никогда, вот, именно в живом общении, вот, ну, одно дело где-то в новостях читать, там, где-то, знаете ли, а другое дело вживую так услышать. Мне это было все чудно, конечно. Вот, и там, значит, вот, некоторые служители, которые оправдывали, протестантские служители, писятники, там, баптисты были в основном, вот, славянские, оправдывали подобную практику. Я не переспрашивал, честно говоря, вот, я, как бы, не берусь, вот, как бы, даже говорить на эту тему. Я не переспрашивал, есть ли у них такая практика, честно говоря, я, хотя, сейчас, может, даже переспросить бы, стоило бы, конечно. Но они, по крайней мере, оправдывали подобную практику нечестия, и они ссылались на что? Ну, как вот и в традиционной синагоге сейчас тоже под хупу ставят двух геев, допустим, и нормальным считают это, и в ешивах будущих раввинов тоже принимают сейчас гомосексуалистов и рукополагают их, ну, как бы благоставляют раввинов, гомосеков, и считают это нормальным. В традиционном ортодоксальном именно иудаизме, и как раз в Нью-Йорке накануне была встреча такая большая, там съезжались раввины, там тысячи раввинов с разных стран мира, ну, в основном США и Израиль, именно ортодоксального иудаизма, отдельное собрание, там проходят и хасидов, отдельное собрание либерального иудаизма, прогрессивного иудаизма, вот, а это именно ортодоксальные собирались раввины, и вот большинством решили они, большинством голосов, значит, рукополагать, значит, ну, принимать и в ешивы принимать, и в раввины ставить именно гомосексуалистов, значит, как бы, это даже там газеток, мне показывали газеты, значит, нью-йоркские, которые пестрели заголовками такими, вот ортодоксальные иудеи теперь признали гомосексуальность, как бы, естественным состоянием человеческого, как бы, организма, ну, что-то такое, вот, значит, и, вот, и, значит, и вот, те пастыри протестантские ссылались тоже на те же вот, на то же, что и ссылались раввины, общаясь в Нью-Йорке, а именно на что ссылались? На то, что, вот, якобы у Давида с Иоаннафаном была, якобы, такая, любовь такая вот, вот, значит, и там, потому что в оригинальном тексте, значит, в синональном это не сильно видно, но вот в оригинальном тексте там имеется в виду любовь такая больше, чем женская, имеется в виду то, что, ну, такая, можно перевести как именно очень такая интимная, половая, значит, и, знаете, значит, Значит, конечно же, знаете ли, ужасно, что вот, значит, все это имеет место, вот, и, значит, и мне дали микрофон, представляете, в таком собрании и мне дали микрофон еще. Ну, я сказал, значит, так и так, что, значит, что я говорю, при всем уважении, говорю к братьям, говорю, я говорю, со свечкой не стоял, что называется, я не знаю, что у них было там с Анафаном у Давида и чего не было, кто его знает. Вот, но я сказал так, что даже если у них что-то и было, даже если там между ними что-то и было такое, это не повод подражать Давиду, значит, в этом заблуждении его тогда, в таком случае. Вот, значит, у Давида много чего и другого было нехорошего, в чем мы совершенно, как верующие, не собираемся ему подражать и считаем это предосудительным, считаем это греховным, считаем это, ну, заблуждением, значит, там, блудом там и прочее. У него была манера подглядывать за голыми женщинами, у него была, вот, видите, интимная связь такая с замужней женщиной, убийство мужа ее, то есть у него много чего было такое, что не привне Господь. Знаете ли, и ставить Давида, вот, или любого другого персонажа, значит, библейского, вот, именно как в пример для подражания, это, ну, по меньшей мере глупо вообще. И если для ортодоксальных раввинов это как-то еще более-менее простительно, понимаете ли, значит, там, где пытаются и Давида, и прочих идеализировать, знаете ли, то для христиан это непростительно совершенно, потому что для христиан, ну, для нас, как для новозаветных верующих, вот, для нас лишь один эталон, именно как раз сам Иисус Христос. Да, да, вот, ну, опять-таки, да, совершенно верно, значит, Владимир Ризник, да, значит, Кифа наш, что обсуждение, просто вопрос был задан такой, вот, я вот начал отвечать. Вот так вот, значит, а по поводу, еще выше там у Николая вопросы были, по поводу праздника 4 ноября, значит, ну, опять-таки, жалко очень людей, потому что люди, говорят, верят, вот, именно в силу, вот, иконы Казанской Божьей Матери, значит, если и об этом идет речь, то, значит, это заблуждение, конечно, потому что всякое даяние благой и дар совершенно свыше от Отца Света всходят, а не, значит, от чего-то еще. Какая любимая книга Библии? Трудно сказать, понимаете ли, потому что, ну, если меня спрашивают, вот, какая любимая книга Библии, меня уже спрашивали не раз на эту тему, вот, я говорю, что, знаете ли, иногда бывает одна книга любимая, какой-то период времени другой, допустим, какие-то годы, другая книга любимая, допустим, когда Библия, ну, первые строки из Библии вообще, которые я прочитал, которые очень запали мое сердце глубоко, это были книги, это были строки из книги пророка Иеремии, значит, это было давно, мне еще было 12 с половиной лет, ну, 13 почти лет мне было, вот, после чудесного обращения к Богу, воскресения, исцеления, вот, я искал, вот, именно о нем и читал, вот, находил цитаты первые свои библейские, это были из книги Иеремии, Иеремияу. И, знаете ли, долгие годы, вот, и до сих пор порой, вот, эта книга, она из моих самых любимых, значит, книг, а вообще, вот, последние годы, последних вот этих 20 лет, 21 год последний, как реформатор уже, скажу, что моя любимая такая вот книга, к которой я обращаюсь, книга «Песни песней», хотя она очень странная, конечно, такая книга, во всех отношениях, но, честно говоря, она вот такая любимая моя книга, и, знаете, вот, даже когда еврейских мудрецов спрашивали, значит, до Христа еще, значит, именно спрашивали, значит, о золотом стихе, как бы, Библии, ключ, чтобы такой стих найти, который был бы как ключ ко всем писаниям, вот, и мудрецы нашли именно как раз из книги «Песни песней», а они, то есть я, да, они, ле-до-ди, фе-до-ди-ли. И, буквально, переводчики синодальной перевели, как «Я принадлежу моему возлюбленному» или «Я в моем возлюбленном, возлюбленный мой принадлежит мне». И вот и древние еврейские учителя, и уже впоследствии христианские учителя, значит, утверждали, утверждают, что эта книга «Песни песней», «Шир Гаширим», «Шир», значит, пение, да, песня, песни всех песней, книга всех книг, и в книге всех книг есть «Песни всех песней». Я очень люблю петь и люблю пение, знаете ли, и люблю певче, все, значит, и вот, и в этом певчем есть самая великая песня, «Песня всех песней», и это «Песня любви», и она прямо вот в самой Библии, в центре Библии. И вот «Шир Гаширим», «Песня песней», она, конечно, уникальная книга, странная во многом. Она, знаете ли, говорит о любви мужчины и женщины, потрясающая история любви, полная романтики, драматизма и интима такого и всего. Но и древние мудрецы еврейские, и христианские учители, теологи утверждают, что, я согласен с этим 100%, что в этой «Песне песней», в этой истории любви мужчины и женщины, также такой намек есть на взаимоотношения Бога и человека, «Человеческой души и Божьего Духа», «Взаимоотношения Бога со своим народом», «Народ Божий и Создатель Бог наш». Вот эти взаимоотношения раскрываемые. И, знаете ли, я помню, когда эта книга, она особенно вот так засияла во мне, по-особенному, это было в Днепропетровске, нынешний Днепр город, это 98-й год, я думаю, был еще на дворе, я, значит, приехал туда проповедовать, пригласили проповедовать в одну из церквей, и я приехал поездом рано, и у меня еще до служения еще много, уйма времени, значит, и, знаете, интересно, что, значит, что я готовился снова к пробованию, снова и снова перечитывал, значит, то, что я набросал, конспект, значит, и сидел в кресле таком, знаете ли, и среди прочего сказал Богу, «Ох, я сказал ему, что, говорю, мне очень хорошо с тобой». Вот, и вдруг мое это обращение к нему превратилось в диалог. Я слышал тихий голос, как будто моя мысль, но это явно не моя мысль. Этот тихий голос внутри, как бы извне, и вне, и внутри сразу. Он говорил, «А мне еще лучше с тобой». Я говорю, если бы я не сидел в кресле, я бы грохнулся там бы, я бы от неожиданности упал бы просто. Даже, знаете ли, ну, во-первых, ну, ладно, там, Бог заговорил, но как Он заговорил и что Он сказал, это было потрясающе. И сама интонация, и само это слово. Знаете ли, я тем утром ранним я полагал, что у Бога есть наверняка получше компания, с кем провести время, как бы, и, знаете ли, я до того особенно не думал, честно говоря, о том, что Бог чувствует по отношению ко мне, вот когда я с Ним разговариваю. Я больше смотрел со своей колокольни, что я чувствую, когда я с Ним разговариваю. И мне хорошо, мне очень, очень хорошо, и я очень ценил это и очень дорожил этим, и очень люблю это. Знаете ли, да, значит, вот. Вот, и вдруг, значит, когда услышал, что я ему нравлюсь, и ему нравится со мной, шалом, шаббат, я родом с Арджиникидзе, теперь Покров возле Никобальда, тоже там бывал, когда-то проповедовал, значит, в тех краях тоже, да, по области Дипровской, значит, и там и в Никобале тоже проповедовал. Слава Богу. Пусть Господь благоставит всех вас, дорогие друзья. Какое у вас мнение об Игнатии Лапкине, если знаете такого? Ну, опять-таки, Игнатия, брат, я это знаю только по записям, вот, значит, я его лично не знаю. Хотя в Барнауле я бываю, значит, на Алтае проповедую, значит, ну, не так часто, но раз, там, в два-три года я там бываю, проповедую. Вот, провожу семинары и у баптистов, и у харизматов, и у евангелистов различных, и в том числе в Горноалтайске, значит, и я так пересекался с верующими, которые, ну, как бы, с их общины, вот, значит, то, но самого Игнатия не было, к сожалению, я с ним не знаком. Я, значит, подозреваю, значит, и понимаю из того, что я читал о нем, как бы и слышал, вот, человек православный, искренний, значит, ну, дай Бог ему здоровья, вот, значит, а наподобие старообрядческого у него такого воззрения, как бы, отдельных поселений каких-то, отдельных, там, проживаний каких-то, ну, как бы, я, честно говоря, не сторонник подобных, вот, как бы, таких экспериментов, вот, подобных поселений, как бы, верующих отдельных, таких гетто каких-то, вот. Хотя в этом своя прелесть есть, конечно же. Мне очень, я бывал у старообрядцев, допустим, в поселениях старообрядческих, бывал и у протестантских старообрядцев, будем так говорить, староверов протестантских в гостях. В штате Пенсильвании, в штате Нью-Йорк я бы гостил у амишей, а также бывал у минонитов еще, но минониты более, как бы, они, как бы, продвинутые считаются, минониты, они, значит, по крайней мере, они там пользуются транспортом общественным, значит, и своим транспортом пользуются, электричеством пользуются, как бы, и одежда у них там даже более такие, как бы, ну, радостные цвета какие-то используются в одеянии женщин, по крайней мере. А, значит, а так, да, значит, в Киеве Зеленоград благоставляют, да, в Киеве тоже менониты, да, здесь тоже есть менониты, они даже приходили пару раз, братья там, сестры приходили, но давно еще, на Кловскую к нам на служение, вот, но я больше их не вижу, честно говоря, вот, как бы, с тех пор я их не видел, вот. Вот, так вот, и там у, в этих поселениях, у Амишей в Пенсильвании и в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорке, я вот был в гостях, там у них нет ни электричества, вот, значит, большие семьи такие, все, вот, живут натуральным хозяйством, знаете ли, вот, да, у них натуральный обмен, значит, там, или же, ну, у них там, только кэш, наличка у них, все, магазины есть такие свои, там, ну, там только наличие, там, их кризис не касается никак, потому что у них там нет кредитов никаких, значит, и никаких банков, они вне банковских систем этих всех, да, живут самостоятельно себе, значит, натуральным хозяйством, и если там, допустим, даже на продуктах пишут, там, штампель, органик стоит, то порой это еще ничего не значит, но если стоит там штампель Амиш, то опытные американцы знают, что это, значит, действительно органик, это по-настоящему, значит, качественный продукт, даже в Нью-Йорке, там, в центре, я видел магазин огромный, он так называется Амиш, Амиш, ну, там, конечно, все втридорога, цены почти как московские, значит, но, как бы, вот, а там у них непосредственно, значит, вот, вот, в Пенсильвании, значит, на вот этих молочных фермах, то там вообще за копейки все фактически, покупали, красивый фон, а, да, это вот, значит, да, значит, Харуп взял сегодня, вывесил нашу церковную, вот так вот, слава Богу, то есть, да, и, значит, тема сегодняшнего вечера, я позначил как деформация и реформация, деформация, это как деградация, отступление от первой любви, реформация, это восстановление, возрождение, слава Богу, да, вот, и пусть Бог благоставит всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, пусть Господь благоставит нас сегодня в этой реформации, в этом обновлении, непрерывном обновлении, непрестанном обновлении реформации в Божьем Духе, в Божьей любви, вот, братья там уже между собой уже переписываются, уже вижу, да, город Турка, да, благоставляю, город Зеленоград благоставляю, вот, и, значит, благоставляю всех вас, дорогие друзья, вот, готовлюсь к служению завтрашнему, потому что завтра собираюсь тоже как раз говорить и о деформации, и о реформации церкви, также свидетельствовать собираюсь, вот, и своей жизни, значит, свой опыт личной деформации и опыт реформации буду рассказывать, вот, и из истории христианства, конечно, буду примеры приводить, даст Бог, но, конечно, больше всего, более всего, если кто смотрел мои, вот, сегодняшние видео уже в парке, что снимал здесь, вот, прогуливаясь на Киото, то больше всего я хочу поделиться именно вот тем словом, которое получил я в начале этого месяца, ну, я имею ввиду Хешман, сейчас вот, ну, как бы, сейчас, чтобы не было путаницы, у нас сегодня четвертое, вечер, четвертое число, да, получается уже, ноября, но, значит, многим выгоднее сейчас деформация, да, ну, да, так и есть, значит, и, значит, да, это касательно вопросов всяких, вот, и сегодня уже началось, вот, вечер, вечер, уже 16 число месяца Хешвана, значит, и в начале Хешвана я получил от Бога такое слово, три слова, которые очень сильно изменили мой внутренний мир, как бы, и меня самого, и я до сих пор, вот, ну, как бы, в Украине говорят, в захвате, да, брат, есть кредиты, пишет здесь, как быть, а, Николай, вы уже спрашивали, по-моему, уже меня об этом уже, вот, в других, вот, именно, я был в эфирах, вот, значит, и я могу сейчас, ну, только помолиться за вас, вот, а вообще, чтобы не попадать в финансовые эти проблемы, то, значит, есть, конечно, учителя, которые занимаются непосредственно вот этими вопросами, вот, допустим, даже вот во Львове есть вот хороший учитель Павел Фролов, значит, который, как раз, другие братья еще, я знаю, что, есть много разных учителей в это время, последнее, да, вот, которые учат именно о финансах очень хорошо, учат именно о финансовой такой независимости, о финансовом процветании, значит, и, конечно, это великое неразумие брать кредиты, вот, но если уж вы попались, просто, ну, покайтесь перед Богом, во-первых, значит, вот, за эту западню, вот, значит, и, значит, просите у Бога милости, знаете ли, я помолюсь за вас, как говорится, паки и паки, снова и снова помолюсь за вас, вот, значит, чтобы Бог совершил в вашей жизни чудо финансовое чудо, а, уже покаялся брат, пишет, да, это хорошо, вот, значит, и после покаяния, значит, пообещать Богу никогда больше не попадать в такие, значит, эти зависимости, потому что это хуже, чем и наркотики, и алкоголь, и блуд вместе взятые, потому что финансы, они, действительно, человека всю жизнь парализуют просто-напросто, это страшно очень состояние, не дай Боже, вот, значит, настоящий христианин, он никогда не должен брать кредиты, если он не может с ними рассчитаться вообще, вот, я разговаривал с людьми, которые опытные очень, именно верующими людьми, опытных кредитований, вот, кредит берут, если, допустим, у вас уже есть уже капитал определенный, есть деньги, имеет команду ребят, да, Павел Фролов, да, значит, выйти, выйти с кредитов, вот, кстати, вот, Ризник очень правильно пишет сейчас, наш кифа епископ, правильно пишет, значит, у Павла Фролова есть уже даже группа уже, видите, команда есть определенная, которая помогает именно, вот, действительно, трансформировать мозги наш, разум, вот, значит, вот, и брать кредиты можно только лишь тогда, когда, значит, действительно есть в этом необходимость, и, значит, и есть база, материальная база определенная, стабильная база, то есть вы прямо сегодня же можете рассчитаться с кредитом, значит, с этим, значит, и у вас еще есть заначка, еще запас есть определенный, вот, а берут в таком случае верующие кредиты только лишь для развития бизнеса, для развития, на самом деле, расширения, служения, расширения бизнеса, но ни в коем разе не на, не чтобы, там, купить, там, холодильник, как вот, ну, обычно, вот, для неверующих людей, вот, как вот, рекламируют. Как в вашей жизни произошла личная реформация? Вот, о личной реформации в 96-м году моя реформация началась с возвращения к Слову Божьему, в 96-м году, до 96-го года я был традиционным православным священником Московского Париархата, Русской Православной Церкви, и моя судьба была судьба тогда деформации, тогда, вот, был период моей жизни, несколько лет я, будучи священником, переживал такую деформацию, постепенную деформацию, деформирование такое, знаете ли, отступничество такое, я не понимал, что это серьезная проблема, знаете ли, шаг за шагом погружался в нее, начиная с 88-го года, будучи церковнослужителем, я постепенно входил в эту систему религиозную, значит, и в 91-м году, став священником сам, я попался, очень серьезно попался на крючок дьяволу в этом отношении, вот, и деформация моя, она была очень страшной зависимостью, я молился к Богородице, к другим умершим святым, к ангелам, и это была проблема многобожия в моей жизни, очень серьезная, это яркая черта деформации, как раз, значит, в христианстве, мое христианство претерпело очень серьезную тогда деформацию, вот, я взывал, но не к Всевышнему, как написано, у Осии пророка, вот, и в 96-м году, когда я снова открыл свою Библию, я услышал тихий голос, знаете ли, тихий-тихий голос, как будто моя мысль, и он говорил мне этот голос, Сережа, посмотри, вы помните, как до вас попала ваша первая личная Библия, конечно, это нельзя забыть вообще, ни в коем разе, это незабываемые вещи, это было еще, вот, ну, в 13 лет, получается, значит, первое, значит, как раз, у меня, мое христианство начиналось с Библии, как раз именно, вот, значит, но затем, с 88-го года, к сожалению, началось мое отступничество от Слова Божьего постепенное, особенно с 91-го года, а в 96-м году возвращение к Библии, и вот я вот, да расскажу то, значит, ту историю, там, значит, что тихий голос сказал мне, Сережа, посмотри, я смотрю Библию, и не могу прочесть от волнения ничего, это та самая Библия, которую я возил с собой, которая когда-то, она заливалась мною слезами, значит, и когда-то я вот начинал с нее, вот, свое, знаете ли, хождение такое, в Слове Божьем, и голос мне дальше сказал, ты старался больше и больше, а получал все хуже и хуже, а было все хуже и хуже, я, понимаете ли, я, значит, не мог ничего ему сказать, я понимал, что это Бог говорит, но я ничего не мог ему ни возразить, ни поправить, ни сказать, оно так и было на самом деле, если бы мне это сказал бы кто-то из братьев бы, то я, конечно, бы, значит, совсем по-другому отреагировал, а это когда Бог говорит, совсем по-другому реагируешь, вот, и пауза, и после паузы опять тот же самый голос говорит, «Потому что Слово Мое, оно ушло из твоей жизни», представляете? Слово Мое, оно ушло из твоей жизни. И, знаете, с Богом не поспоришь, действительно так и есть. Я думаю, что когда вообще, когда Бог говорит человеку, то что-то интересное совершается в судьбе человека, это можно назвать именно, действительно, Рэмой, Божьей Рэмой. Оно преобразует человека всего. И я тогда сказал Богу, после паузы определенной, этот Голдос, он замолчал, он больше не говорил, и я понял интуитивно, как бы, тогда же, этот разговор у нас был в 96-м году, значит, и, понимаете ли, интуитивно я понял это как в разговоре, вот он сказал что-то, и теперь вот ждет, Бог ждет от меня Слово. Знаете, очень интересно, когда вот человек ждет от Бога Слово, но есть моменты, когда Бог ждет от человека Слово. Скажи только Слово, да. И я, значит, сказал это Слово, я сказал, во-первых, я попросил прощения, конечно. Вот, во-вторых, значит, я сказал, что слишком много разных в церкви, разных учений, разных традиций и прочее. Я сказал тогда ему папе, я снова его папой назвал, своим папочкой, и я этого не делал давно уже, знаете ли, с 88-го года я уже почти не называл его так, а с 91-го года, будучи священником, вообще так не называл я его. Вот, а до того, до 88-го года я только так его и называл Бога, я только так к нему и молился, обращался к нему. Я даже не называл это молитвой, я называл это разговором с ним. Я говорил папочка, папа. И в 96-м году я снова его так назвал. Он меня Сережей назвал, понимаете ли, провоцировал, он сам спровоцировал. И я его назвал папочкой, папой снова. И я сказал, что слишком много разных учений в церкви, потому что на самом деле в православной церкви, я уже как будучи священником, я прекрасно понимал, что столько учений, что, ой, знаете ли, взаимоисключающих даже учений, противоречивых учений. И знаете ли, я даже порой тогда завидовал простым бабушкам неграмотным, которые ходят в храм мой, где я был настоятелем, ставят свечки одному святому, другому святому, третьему святому, особенно не вникая, что на самом-то деле эти святые учили совсем противоположным вещам, взаимоисключающим даже вещам. И даже современники порой, вот там Нил Сорский, допустим, и, значит, Иосиф Волоколамский учили диаметрально противоположному даже отказывая друг другу в праве называться даже христианином. Вот настолько далеко все зашло у них в этом споре. Вот так вот. И, значит, и вот, ну и много другого можно что рассказать. Я в семинарах по истории христианства об этом рассказываю подробно все, и свидетельства свои тоже. И, значит, и я сказал Богу такие слова. «Безопаснее для меня доверять твоему слову». И, знаете, я как-то, ха, я сказал это, и сам аж даже удивился. Надо же думать, как красиво получилось сказать это. Вот я понимаю, что, вот сейчас я понимаю, что это было сказано, вот, ну, Божьим Духом. Бог помог мне это высказать изнутра, изнутра, прямо именно изнутри своего естества высказать это все. Слава Богу. Брат Николай, вы уже этот вопрос задавали в прошлом видео тоже, значит, напивайтесь Духа Святого, пейте Духа Святого, и исполняйтесь этим, просто переполняйтесь этим Духом Святым, прямо сейчас, молитесь. Вот, и я так понял, брат Николай, вы в Зеленограде живете, да? Значит, я скоро собираюсь как раз проповедовать там в Москве, в Зеленограде непосредственно, в Химках и в Зеленограде.